Субтитры делал DimaTorzok Здарова! Я думаю, по первым нескольким секундам вот этого видео можно догадаться, что будет дальше, не правда ли? Нахуй с ладони, я хочу светить. Вот так. Подними. Вот, голову дни. Вот так стой, вот так стой. Ну не двигайся. Да? Вообще, по-моему, как-то тяжело не двигаться, когда тебе сейчас твой лучший друг может с ноги по щам зарядить. Но мы же знаем, дружба она такая, если делать хуйню, то вместе и до конца. Да и вообще они с первого класса вместе. Итак, продолжение. Когда я смотрел это первый раз, меня аж в сторону дернуло. Такие видео надо в кинотеатрах в 3D показывать вместо трейлеров. Да и вместо некоторых фильмов тоже. Я вообще сначала подумал, ай, бедный чувак с камерой так прилетело. Но потом я заметил вот эту хрень. И понял, что телефон просто на чем-то стоит. Да и фраза Это подтверждает. Просто было бы очень странно, если бы чувак своего кореша банкой попал, а волновался больше за телефон. В айфон попал, прикинь? Да, но ты еще Саньку три зубы выбил. Да это похуй, главное телефон целый. Как же я люблю, когда видео вот с этой фразы начинаются. Ну просто охуеть теперь. Чувак бутылке нож приставил. Он, наверное, решил отомстить алкоголю, из-за которого вся его семья пострадала. Хочешь победить алкоголизм? Потыкай ножом в вино. Но все равно я не понимаю реакцию чуваков за кадром. Вроде еще ничего не произошло, они уже Да ну нахуй! В общем, продолжение. Вот, теперь реакция правильная и вовремя. Что ж за мужики сейчас пошли? Вот раньше настоящий мужчина мог ее членом открыть. И поле членом накосить, и суп членом сварить, и дров нарубить. А сейчас даже ножом бутылку открыть не могут. Да вообще нож по-любому подставной. Ну или из Икеи. Говорят, их оттуда специально в театры заказывают вместо бутафорских. Потому что дешевле и они не режут нихуя. А вообще мы все не так поняли. У ребят день рождения был, заказали крутой торт. А когда настало время десерта, выяснилось, что лопатки-то нет. Вот ребята и нашли в их этой ситуации. Ну вот чем вам не лопатка для торта? А после праздника этот сломанный нож можно будет еще как шпатель использовать. Так что народ, если у вас что-то сломалось, не расстраивайтесь. Возможно, просто у этого появилось новое предназначение. Например, сломанный телефон можно использовать как подпорку для ножки стола, чтобы он не качался. Будь здоров. Кстати, если вы тоже чихнули во время просмотра этого эпизода, будьте здоровы. Блин, бедняга-пес, как же я его понимаю. У всех ведь бывало такое, когда словишь тихо и никак остановиться не можешь. Я обычно раза после десятого начинаю экспериментировать. Пытаюсь чихнуть кверх ногами, в прыжке, лежа на полу, в таз с водой или глядя на это видео, например. Получается такое чихательное караоке. А вообще мне этот пес бензопилу напоминает. А ещё меня дико прёт, как он вот так вот морщится. Короче, будьте здоровы. Ещё чтобы вам Феррари подарили. Вот это последнее видео я вам хотел очень давно показать. Настолько давно, что это было где-то в районе эпизода десятого. Но оно куда-то проебалось и вот снова вернулось. Короче, видео старое, но дико крутое. Блять, это самое охуенное сальто в мире. Оно выглядит настолько грациозно и божественно, что у меня даже нет ощущения, что это фейл. Я почти уверен, что всё так и планировалось. Ну вы просто всмотритесь в то, как он гениально сгруппировался. Мне безумно нравится в таких видео идеальный баланс между невероятной нелепостью и зашкаливающей эпичностью. Как круто это всё выглядит в замедленном действии и как тупо он падает в листву. Парень знал, что идёт на риск и ему воздалось. В общем, теперь вы знаете, как вы будете прыгать в воду следующим летом. Ребят, я скоро уезжаю, буду очень занят и поэтому со следующей недели, со следующего эпизода, на протяжении четырёх эпизодов плюс сто пятьсот будут вести другие ребята с Карамбы. Вот, так что будьте, пожалуйста, к ним добры и любите их и ставьте им лайки. Вот, и ждите, когда я вернусь. А я вернусь как раз где-то через месяц, поэтому со следующего эпизода у нас будут разные ведущие появляться в кадре. Да, ребят, заходите и подписывайтесь на мой второй канал Moran Days. Он про путешествия по разным странам и городам. Лесами, морями, озёрами, прудами. Ха-ха-ха, там классно. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы выходят эксклюзивные эпизоды плюс сто пятьсот. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда полетит картонный человечек. Ха-ха-ха. Куда? Коровик, муда! Ха-ха-ха. Это был плюс сто пятьсот, меня зовут Максим. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 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 блядь, да, 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 да. Ну, теперь это стихотворение какое-то читается. Слушай.. У ребят был день рождения, заказали крутой торт. Но сожрал его не Сеня, а лорд Волан-де-морт. Приключений, блядь.